Рост мировой экономики в 2023 году замедлится до уровня сравнимого с показателем финансового кризиса 2009 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование, подготовленное аналитиками Института международных финансов во главе с Робином Бруксом. Замедление экономического роста произойдет в Европе, наиболее пострадавшая от событий на Украине. Экономика стран еврозоны сократится на 2%. ВВП США в 2023 году вырастет на 1%. Положительно выделяться на общем фоне будет Латинская Америка, где рост экономики составит 1,2%. Экспортеры сырьевых товаров стран континента будут пожинать плоды высоких цен на продукты питания и энергоносители, отмечают аналитики. По данным института, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, единственным крупнейшим двигателем мировой экономики в следующем году будет Китай, где, вероятно, ослабят ограничения, вызванные COVID-19. Bloomberg напоминает, что главный экономист Брукс в начале года одним из первых спрогнозировал достижение паритета евро с долларом. Он также раньше других правильно предсказал укрепление бразильского реала. В октябре Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году на 2,7%. В июле МВФ спрогнозировал рост на 2,9%, в январе на 3,8%. В МВФ считают, что по мировой экономике бьют кризис стоимости жизни, ужесточение финансовых условий в большинстве регионов. Ситуация на Украине и затянувшаяся пандемия COVID-19. Фиросплавный завод планирует построить инвесторы в Жамбылской области. На предприятии будет налажено производство фера Сицилия и фера Марганца. Первый заместитель Акима Жамбылской области Нуржан Календеров встретился с представителями индийской компании Моногрупп, передает капитал со ссылкой на прислужбу Акимата области. В ходе встречи стороны обсудили проект по строительству завода по производству фиросплавов на территории региона. Планируется создание 450 постоянных рабочих мест. Мощность завода составляет 35 тысяч тонн продукции. С первых дней независимости Казахстан поставил задачу постоянного совершенствования инвестиционного климата. В рамках государственных программ инвесторам оказывается всесторонняя поддержка, отметил Нуржан Календеров. Директор индийской компании Рунгтам Аниш выразил уверенность в том, что проект внесет вклад в экономическое развитие области. По итогам встречи между Акиматом Жамбылской области и индийской компанией подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Эпидемия привела к росту цен на яйца и мясо индейки, которое является традиционным блюдом в День Благодарения, передает голос Америки. Птичий грипп уничтожил 50 миллионов птиц в США в этом году, став самой смертоносной вспышкой в истории страны, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства. Заражение часто приводит к гибели птиц. На птицефабриках выбраковываются миллионы голов, чтобы сдержать распространение болезни. После того, как тест, взятый у одной особи, дает положительный результат. Потери поголовья привели к рекордному росту цен на яйца и мясо индейки, что усугубило экономические проблемы потребителей, столкнувшись с высокой инфляцией и привело к удорожанию праздничного стола на День Благодарения в США. При раскопках в Мухафазе Минуфия египетские археологи нашли мумии с золотыми языками, пишет Heritage Daily. Необычные артефакты были найдены в некрополе Кесна, содержащем сотни гробниц разных периодов истории Египта. О находке заявил генеральный секретарь высшего совета древностей Мостафа Вазери. В ведомстве говорят, что во рту погибших были размещены золотые амулеты в форме человеческих языков. Археологи предполагают, что это делали для того, чтобы мертвые могли общаться в загробной жизни, а также выступать перед судом древнеегипетского бога Осириса. Египетские ученые также нашли остатки деревянных гробов и несколько медных гвоздей, золотые амулеты в форме жуков-скоробеев и цветов лотоса, сосуды, используемые в процессе мумификации и другую погребальную атрибутику. Обнаруженная часть некрополя отличается уникальным архитектурным стилем. Это заметил доктор Айман Ашмави, руководитель одного из департаментов высшего совета древности. Поскольку археологические находки внутри, погребальные привычки, направления погребения и способы размещения мумии отличаются на каждом уровне захоронения, это означает, что этот некрополь использовался в течение трех разных периодов времени. К примеру, кладбище много раз использовали в поздние, птолемеевские, а также римские периоды. Ранее в Кесне раскапывали многие гробницы и другие достопримечательности. На этом месте захоронения находили также каменные гробы и огромный саркофаг из черного гранита.